В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Осторожно, мошенники, как в преддверии праздников не стать жертвой злоумышленников. Молодые профессионалы, студенты Саровского политехнического техникума победили на WorldSkills Russia. Добрая традиция, в Совете ветеранов состоялся новогодний концерт. Далее расскажем обо всем подробно. Страховые пенсии, прожиточный минимум и мрот вырастут. Больничные листы будут оформлять в электронном виде. У россиян появятся индивидуальные кредитные рейтинги. В январе в России вступят в силу ряд изменений. Страховые пенсии с 1 января вырастут на 5,9%. В результате средний размер выплат превысит 17 тысяч рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составит 6401 рубль. Это базовая часть пенсии, которую гарантирует государство. Далее размер пенсии увеличивается за счет накопленного трудового стажа и пенсионных коэффициентов. А при достижении человеком возраста 80 лет размер фиксированной выплаты автоматически удваивается. Величина прожиточного минимума в 2022 году составит 12 654 рубля. При этом для трудоспособного населения размер прожиточного минимума будет равен 13 793 рублям. На основе федерального рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Их используют для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер соцподдержки. В свою очередь минимальный размер оплаты труда вырастет до 13 890 рублей. С 1 января электронный больничный лист станет обязательным. Врачи будут подписывать его электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования. Привычный план к бумажному бюллетене отменят, но по требованию пациента на бумаге ему предоставят выписку с номером цифрового документа. Система электронного документа оборота ФСС будет автоматически оповещать работодателей о том, что работник заболел. После закрытия больничного пособие за период нетрудоспособности поступит напрямую из средств ФСС. Также с 1 января вступает в силу изменения в закон о кредитных историях, в рамках которых у россиян появятся индивидуальные кредитные рейтинги. Это числовое значение, которое характеризует платежеспособность клиента. Рассчитывать показатель будет Бюро кредитных историй. Новые правила помогут клиентам банка оценить шанс на получение кредита. В праздники мошенники особенно активны. В предновогодней суете покупатели торопятся приобрести подарки близким, теряют бдительность и зачастую становятся жертвами злоумышленников. Как защитить себя от обмана? Рекомендации правоохранителей в нашем следующем репортаже. И снова на те же грабли. Новых способов мошенничества появляется крайне мало. Возможно, потому что в этом нет особой необходимости. Злоумышленники с легкостью выманивают средства, пользуясь старыми проверенными методами. В последнее время особо активизировались телефонные мошенники. Как правило, такие звонки поступают от якобы службы безопасности банка. Поясняют, что с его счета, который есть у гражданина, пытаются снять денежные средства. Для того, чтобы его сохранить и денежные средства остались в наличии, мошенники поясняют, чтобы данный гражданин перевел данный денежные средства на тот счет, который не указывает. Либо проследовал ближайшему банкомату снять денежные средства и зачислил их на тот счет для того, чтобы сохранить денежные средства. И люди верят позвонившему, торопятся спасти свои средства и передают их прямо в руки преступников. Обмануть могут даже самого недоверчивого человека, позвав его по имени, отчеству, указав номер карты. Важно помнить, что на другом конце провода может быть неплохой психолог, для которого не составит труда усыпить вашу бдительность. К примеру, пожилые люди охотно верят позвонившему, если он представится сотрудником правоохранительных органов. Таким же образом мошенники могут попросить под видом сотрудников правоохранительных органов, что они изобличают в поимке преступников, взять кредит на свое имя, перевезти деньги, для того, чтобы впоследствии денежные средства вернутся, вернутся там со своими процентами, что никаких материальных ущерба они не понесут. Разумеется, никто таких спецопераций не проводит. И если вам позвонили с подобной просьбой, сразу кладите трубку. На удочку мошенников попадаются не только пожилые люди. Как раз наоборот, статистика пострадавших от сепких лап аферистов с каждым годом молодеет, признается Николай Сафронов. Возможно, это связано с тем, что свои сети злоумышленники расставили и в интернете. Горожане наши видят объявление о покупке того вещи или предмета, за который продавец просит предоплату. После того, как предоплата переводится на указанный счет, в действительности наши сгрожания предметы и вещи, которые они хотели купить, не получают. Атмосфера праздников, веселья и затяжных выходных – идеальная пора для мошенников. Будьте осторожны и постарайтесь не попасться на уточку злоумышленников. 1 января после боя курантов Саровчан приглашают на новогоднюю ночь в парке имени Зернова. Гости смогут потанцевать на праздничной дискотеке, пообщаться с костюмированными персонажами и сделать памятные снимки в специальных фотозонах. Справки по телефонам 98252, 98259 и 98250 без возрастных ограничений. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Россияне могут подать заявление в ПФР о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином. Новый социальный сервис заработал на госуслугах. Для оформления выплаты необходимо проживать на территории Российской Федерации и быть зарегистрированным на портале. При этом не обязательно быть родственником или близким человека, за которым осуществляется уход. Достаточно согласия с его стороны. Период ухода будет засчитан гражданину в страховой стаж и отражен на индивидуальном лицевом счете. И это повлияет на размер будущей пенсии. Призывная кампания «Осень-2021» завершилась в регионе. Около двух тысяч молодых людей будут проходить службу во всех видах и родах войск Вооруженных сил Российской Федерации. Военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов подчеркнул, что установленный план призыва граждан выполнен. 209 пьяных водителей задержали на дорогах Сарова в этом году. На онлайн-конференции начальник отдела ГИБДД Александр Косинков и директор департамента городского хозяйства Сергей Лобанов ответили на вопросы, посвященные безопасности дорожного движения. Подробности далее. Тема нетрезвых водителей за рулем становится особенно актуальной в праздничные дни. На конференции начальник Саровского отдела ГИБДД Александр Косинков и директор департамента городского хозяйства Сергей Лобанов обсудили эту проблему с саровскими журналистами и акцентировали внимание на информационной службе 112. В мае месяце у нас в Нижегородской области реализуется проект в Нижегородской области «Трезвое лето», когда жители идут к нашему городу и всей области по горячей линии 112 имеют возможность агрессивно сообщить о нетрезвых водителей. Жители неравнодушно относятся к этим правонарушениям, не проходят мимо. Спасибо им за это большое. И вот это очень большое подспорье к условию сокращения личного состава, оно позволяет нам вовремя выявлять этих водителей. Чтобы сообщить по номеру 112 о пьяном водителе, вам необходимо запомнить все детали, которые могут помочь сотрудникам правопорядка. Желательно назвать номер машины и ее внешние характеристики, цвет, марку или какие-либо особенности, а также предполагаемый маршрут транспорта. Все это будет большим подспорьем и поможет инспектору дорожной поторговой службе в потоке автомобилей вывезть это транспортное средство и его, соответственно, задержать. Любая информация, она нам поможет. Самое главное, чтобы она была оперативной, доступной для восприятия и содержала минимальный набор этой информации. Сотрудники ГИБДД и представители администрации постоянно следят за ситуацией на дорогах города. По итогам 2021 года наиболее опасным дорожным участком признали перекресток улиц Курчатова и Московской. Там произошло более четырех ДТП. В связи с этим представители администрации решили установить светофоры с обновленными режимами. И дополнительно для снижения скорости транспортных средств, которые пересекают данный перекресток по наиболее такому опасному направлению, это сама непосредственно улица Московская, было принято решение поднять, то есть сделать так называемые неровности, ближайшие полицейские. За год сотрудники ГИБДД задержали 209 водителей в состоянии алкогольного опьянения. По статистике, за последние 11 месяцев по вине нетрезвых автолюбителей произошло 8 ДТП и пострадало 11 человек. Два победителя и один призер студенты Саровского политехнического техникума удачно выступили на региональном чемпионате WorldSkills Russia. Ребята показали себя в трех компетенциях – электромонтаж, обработка листового металла и инженерный дизайн кат. Подробности далее. Кто сказал, что электромонтажник – не женская профессия? К чемпионату Кристина Егорова начала готовиться еще весной. И долгие кропотливые занятия не прошли даром. Среди конкурсантов Кристина была единственной девушкой. Одни смотрели на нее удивленно, другие – с долей скептицизма. Но это ее мало волновало. На региональном этапе девушке удалось завоевать первое место в номинации «Электромонтаж». Конкурсное задание состояло из того, что необходимо было создать установку на четырех панелях – это освещение, управление освещением с помощью логического контроллера и собрать силовую схему – это управление двумя двигателями. Студенты политехнического техникума стали победителями еще в одной номинации – обработка листового металла. Уже трижды в этой номинации ребята пробовали свои силы, но до этого становились призерами. Конкурсное задание Владимиру Горняеву было известно заранее, и ему нужно было сделать мангал. На выполнение организаторы отводили 17 часов. Чемпионат проходился в три дня. В первый день мы ознакомливались, в первый день у нас проводился первый модуль, в второй день – второй модуль, в третий день – третий модуль. В первом модуле был маленький мангальчик, во второй день была кабина, топка, в третий день была флюгарка, которая одевается на мангал. Теперь финалисты будут готовиться к следующему этапу чемпионата. На этом награды студентов не закончились. Сергей Николаев стал призером чемпионата, заняв второе место в номинации «Инженерный дизайн-кат». Конкуренция была серьезной. Ежедневно ребята проводили за экранами своих мониторов по шесть часов. Проходил этот конкурс в Нижнем Новгороде, в радиотехническом колледже. Конкурс сам проходил три дня. Каждый день выдавался новый модуль. В этом модуле было несколько подсборок, основных сборок. И мы непосредственно проектировали по данным чертежам. Число участников от Сарова в этом чемпионате растет год от года. В этот раз воспитанник 10-й школы в Junior Skill стал призером в номинации «Обработка листового металла». В преддверии Нового года в Совете ветеранов прошел большой праздничный концерт. Поздравить пенсионеров пришел председатель Саровской городской думы Антон Ульянов. Подробности в следующем репортаже. Дед Мороз и Снегурочка пришли в Совет ветеранов города, чтобы поздравить всех его участников с Новым годом. Раздать подарки и вместе спеть новогодние песни. Праздничное настроение создавали накрытые столы и украшенные елки. Совместные проводы уходящего года стали в Совете ветеранов города уже доброй традицией. Вообще запланированы были два мероприятия к Новому году. Потому что мы считали, что людям нужно обязательно какой-то праздник, с Новым годом тем более, поздравить. Естественно, мы не могли слишком широко и крупко лишь собрать. Но решили собрать столько, сколько мы можем вместить. На мероприятии звучали теплые пожелания в адрес ветеранов города. А вокальный ансамбль «Улыбка» устроил для всех настоящий праздничный концерт. Женщины спели как всеми любимые старые добрые композиции, так и новогодние песни. Весь зал подпевал знакомым словам. Снег летит и летит, снег летит и летит, на губах, на губах, на шитаре. Я, конечно, желаю вам, чтобы в душе у вас всегда был мир, чтобы ваши близкие всегда вас радовали своим вниманием, чтобы у вас было крепкое здоровье. Ваши близкие дети, внуки, у кого есть правнуки, они радовали вас не только вниманием, но и своими успехами. Вообще наш ансамбль и организаторы, конечно, молодцы. Вы, наверное, слышали уже отчеты новогодние и поздравления администрации. И мы, в общем-то, даже сами рады. Всегда мы собираемся. Впечатления – это хорошее. Я говорю, почему вот я хожу сюда. И с удовольствием. После концерта ветераны города продолжили праздник за новогодним столом. Мобильное приложение «Саров-24» доступно в Google Play. Также все видео можно найти в YouTube и в социальных сетях. Смотрите городские новости и программы в любое время и в любом формате. Научные, спортивные, общественные и культурные новости «Сарова» можно смотреть не только дома по телевизору. Новое приложение «Саров-24» позволяет следить за городскими событиями в любой точке мира в прямом эфире у себя в смартфоне. Если вы не дома, если вы не можете по телевизору посмотреть наши новости городские, то всегда есть приложение в таком формате. Идет видеопоток в прямом эфире. То, что показывают на телевизоре, то показывает и это приложение. В современном мире технологии позволяют каждому выбрать удобный формат контента. Все самое интересное о событиях нашего города теперь находится в вашем кармане на расстоянии одного клика в приложении «Саров-24». Если вы хотите быть в курсе всех событий, последних новостей, загружайте наше приложение из «Плеймаркета». Приложение называется «Саров-24», так же, как и телеканал. Скачивайте, запускайте, смотрите в прямом эфире наши новости. Приложение доступно для всех пользователей. Android бесплатно и без подписок. Все новости нашего канала вы можете смотреть в привычном для вас формате. По телевизору, на ютубе, в социальных сетях или в новом приложении. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин